Стоять, где я сидела, ну, во-первых, это похоже, не знаю, наверное, даже сейчас в зонах рефорта такого нет. То есть она там, у нее там и столик, и это фактически у нее рабочий кабинет и ванна. Хотя это в наших современных тюрнах баня заключенных разваляется только раз в неделю. Ну, в некоторых больших камерах, где по 40 человек ездят. Я так понимаю, не спец тюремной теме, но я так понимаю, что в те времена, нет, дело не в европейских тюрьмах, для политических заключенных были какие-то особые условия, что странно, но вот я читала об этом и про царскую Россию, что люди, у которых сажали... То есть это кабинет, в общем, фактически? Да, как политических, то есть их изолировали, но при этом они могли там, да, у них кабинет, они пишут. Пишут там, да те передавали. Да, да, они там огороды какие-то делали, то есть именно вот для политических, я не знаю, с чем это было. И вот даже ее вот само обвинение, сначала она там проходит суд, она тут же идет куда-то выступать, потом подается касаться, и только после этого ее арестовывают, то есть там ни подписки, а ни выйти, то есть она в Лондон спокойно вылетает, даже. Ну, да, возможно. Кривоклывачиваю. А? Кривоклывачиваю. Ну, может, да, бывает, я уже оговорка попроеду. Ну, то есть человек может по миру спокойно путешествовать, и потом, да, идите в водоприбутов, кошку сдайте. Ну, да, на самом деле были более такие... Ну, конечно, там показаны другие заключенные, что там они из камеры по куче вылезают, а они в этих робах, она там даже в церкви бесплатно находится. Ну, такие развлечения для политзаключенных и обычных заключенных до сих пор же сохраняются. Нет. Ну, в индийской системе, которая наследник колониальной английской системы до сих пор сохраняется. И там политзаключенные имеют кабинет, возможность переписки, публикаций в СМИ, но не имеют возможности... Ну, интернет и прямой коммуникации с внешним миром. Ну, насколько мне известно от... Может быть, это потому, что она доктор и статус у нее дополнительный? Мне кажется, просто... Ну, депутатские... Ну, я не знаю, депутатом-то она была? Нет. Она женщина же, не могла быть. Ну, там никогда уже получили... В 18-м, крашку за революции. Да, до 18-го нет. Избираться не избирают. Нет, это особые условия для политзаключенных. Ну, насколько я знаю. Ну, и потом вот как-то вот человек уже приговорен, и она там после этого едет в Лондон там на вот этот съезд. Ну, на самом деле там немножко временные... Ну, с временными, кстати, есть немножко вот вопросы, потому что там, ну, не всегда понятно, к чему относятся. Да. На самом деле, я вот первый раз, когда смотрела, не сразу осознала, что вот это воспоминание... Ну, там, в общем, я так понимаю, она сидит в тюрьме, и вот это, и вот все вот это воспоминание, вот эти все с 900-го года. Да. Ну, плюс еще детские флэшбэки там. Да. Лично я ожидала ведь больше о феминизме. Это больше исторический фильм, в большей случае, об обе социализме, ну, не знаю. Ну, там только одно место упоминается, что про избирательные права женщин. Единственное слово о феминизме, так лавочка. Да. Ну, поэтому ограничилось. Ну, вряд ли режиссерного было сделать больше, потому что, допустим, даже если брать Запад, Западный блок, там только в 76-70-х годах появляется первый фильм, где женщина сильный персонаж, это Норма Рэй. Это было еще два голливудских, один иранских фильма, но они были, например, популярны в Голливудском. И здесь поэтому здесь и сделали, да, такой сильный персонаж, но при этом мужик в юбке, да, у нее появился иконический образ внешний и ее речи, почти все исключительно цитаты. Ну, это просто, ну, в советском блоке, то есть, черная женщина не могла сделать больше, ее просто ассоциализируют физически, да. Поэтому, в несколько моментов она пытается там выигрывать, да, типа, где она в субъектах отношениях, она доминирует с мужиками, там, мужиков меняет и так далее, как, типа. Только двух-то и поменяла. Ну, 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 как бы, совсем там есть намеки, что, как бы, ну, то есть, что она совершила, что она дала мужик, но это просто больше физически, там, нельзя было сделать, если я понимаю фильмы, как это, как в конце 60-х, видимо. В 86-й. Это больше, что ли? Это немецкий режиссер. Мне кажется, он недостаточно сильный персонаж. Да. Ну, на самом деле, да, он, как бы, не про феминизм, собственно, Роза Люксембург, она и не была в полном смысле феминисткой, она как ролевая модель сейчас, вот. Ну, она была больше про эмансифацию вообще всего. Ну, больше политика просто. Да, за освобождение, как бы, про женскую часть была Клара Цеткин, ну, как-то мы подбирали фильмы, вот, в отношении праздника, наверное, если бы сняли такой флип про Клару Цеткин, то мы бы про его. Ну, все равно, я считаю, она сделала какой-то большой вклад вообще в вопрос освобождения. Собственно, сам марксизм, он же, насколько я понимаю, считал, что угнетение женщин связано с капитализмом, устраните капитализм, и женщины будут свободны. У меня вот есть вопрос еще такой, ну, официальная версия ее гибели, она там была растерзана толпой, а здесь все тихо расстреляли и там... Нет, официальная версия, она была именно убита, вот, не насколькими солдатами, и ее тело через, там, четыре-десять даже. Ну, я, на самом деле, сейчас с месяцами, то есть не сразу его нашли. Нет, именно ее и Лип, это так, устранили мягко. Ну, так потихо расстреляли. Вот, хотя у нее есть некоторые расхождения с историческими фактами. А когда вы? Да, очень, если честно. У нас, собственно, есть, может быть, еще чьи-то мнения. А Оля ушла? Она больше не будет? Ой! Просто у вас тут какая-то дискуссия завязалась перед началом фильма. Не знаю, если вы хотели продолжить. Может, по-моему, дальнобольщикам чуть-чуть подробнее может быть. Да, и могу поподробнее, что интересует конкретно. Ну, во-первых, вот, если информационная поддержка, она, вот, это, типа, блогов, что-то... Ну, разместить, по крайней мере, вот, и, вот, ну, то есть сейчас ситуация там... Они сколько еще? Они планируют еще стоять какое-то время в этом году? Они планируют стоять до победы. До победы, да. Потому что уже, ну, что-то, ну, я не знаю, мои ощущения... Я там не была, я не знаю, как я смогу там в Химке. Потому что Химке – это все-таки не совсем Москва. Вот они как-то рассчитывают, ну, на что-то еще? Или сейчас вот те, которые начали штрафовать, они как... Ну, ситуация такая, что они рассчитывают на то, что сейчас многие люди, которые борются за социальные и экономические права, к ним присоединятся. То есть они видят сейчас ситуацию таким образом, что есть, скажем... Ну, они так не называют, но, по сути, либеральные, там, протесты или остатки, или еще что-то, кто хочет свергнуть власть. Им это неинтересно. Им интересно заниматься социальными и экономическими правами своими собственными и других людей. Вот они действительно хотят объединяться с разными рабочими и социальными инициативами, да. И как городскими, московскими, так и вот такими, как метрострой, как, там, сельское хозяйство, как... Чего еще было? Самосвальщики, вот. И вот это у них сейчас основная работа. То есть для них это действительно... Вот для меня, ну, просто я исследователь социальных протестов, и для меня это действительно что-то, что-то очень, как это сказать, беспрецедентное. То есть у нас сейчас в России пытается организоваться независимый профсоюз, который основан на нейерархических отношениях. То есть это не все сразу получается, естественно, там есть иерархии. Но цель у них создать нейерархические отношения между собой и сделать, по сути, профсоюз, который не зависит ни от партий, ни от больших, там, денег и еще чего-то такое. Это люди, которые не были политизированы раньше. Действительно, практически никто ни в какой сфере. То есть у которых они работали на своей фуре и... Да, они работали на своей фуре, поняли, что есть большая несправедливость по отношению к ним. И с момента протеста, то есть они три месяца этим занимаются, с момента протеста они поняли, что несправедливость есть не только по отношению к ним. Вот. И вот сейчас происходит такой момент, когда они пытаются понять и пытаются что-то сделать и организоваться. И, да, что касается забославки, у них вот сейчас такая программа мобилизация, дальнейшая мобилизация длинноборщиков, то есть вот где-то около 10 тысяч сейчас участвуют. И они надеются, если будут ресурсы, ездить по регионам, дальше развивать вот этот профсоюз их собственный. Ну, он не профсоюз, он называется ассоциация. Ну, по сути, это как бы профсоюзная деятельность, которая контролирует ставки, которая контролирует монополизацию рынка дальнобойщиков, которая помогает наемным работникам в том числе дальнобойщиков что-то такое делать. А вторая сторона вопроса – это как раз заниматься социальными темами других групп. Ну, вот примерно то, что они сейчас делают. Что касается информационной поддержки, действительно, то есть была блокада только со стороны государственных СМИ, а сейчас, по сути, никто ничего не пишет, да, вот так вот. Потому что, я так понимаю, что потому что либеральные СМИ и либеральная общественность думают, а, ну, они не поехали на Кремль, ну, тогда фиг с ними, да. Потому что они не понимают, что, на самом деле, вот ту работу, которую они делают, она как бы важнее, мне кажется, чем там. А феминисток нормально воспринимают? Или лучше это… Я открытая феминистка тоже в химках. Не с первого дня, а, скажем, со второго месяца. Вот так вот примерно месяц я открыто говорю, открыто говорю, когда сексистские шутки или ещё что-то такое. Гомофобии очень-очень много. Ну, понятное дело. Действительно, очень много гомофобии, но при этом тоже не со стороны всех и по разным причинам. Но они обучаются. Но, да, и вот эта вот как бы проблема, что касается феминисток, когда я говорю, что я за социальные равенства, я за социальные права женщин, я за права женщин, это очень сильно поддерживается. Вот они восьмого хотят пойти тоже на демонстрацию со мной. Не было вопросов, кто вас там угнёл? Вот, да, сейчас скажу, да. Но это воспринимается тоже не всеми. Конечно, есть много шуток, негатива и так далее. Я не могу сказать, что феминистки воспринимаются нормально. Это постоянный фронт. Вот кроме меня я феминисток там не видела. Я видела и социалисток, и ещё кто-то, по-моему, приезжали, но меня тогда не было. То есть я лично не общалась. Вот, что касается, кто угнёл, мы это постоянно обсуждаем. То есть я обсуждаю в основном, если речь заходит о феминизме, да, у нас там много разных других тем, да, как классовое общество, кто они, рабочие, нерабочие, там, предприниматели, непредприниматели. Ну, непонятно же, у нас сегодня же не классовое общество. Ну, это так получается, по-моему, первого просто стыки рабочих. Давайте я отвечу, потому что мне очень тяжело, когда, то есть, ну или я закончу. Вот, а по поводу, да, я говорю в основном о социальном равенстве, если я говорю о феминизме, и говорю о домашнем насилии. И, конечно, понятно, что, ну или в наших диалогах, вот это продолжается уже полтора месяца, что мы об этом говорим. Конечно, тема домашнего насилия упоминается, значит, про себя, что мы ещё обсуждаем. Ну, понятно, что феминизм – это против патриархата, и в том числе против патриархальных отношений в семье. Ну, у меня всегда такой образ сложился, что дальнобойщики должны быть достаточно патриархальны. Достаточно патриархальны? Да. Ну, я так считаю, что просто… Не знаю, может быть, это стереотип. Я думаю, что это стереотип, но это как бы… Ну, я призываю к тому, чтобы рассматривать, в том числе дальнобойщиков, как одну из… На одном уровне, то есть отказаться от классизма. Я вот считаю, например, я работаю в университете, и я считаю, что там патриархата не меньше. Вот я по своему опыту, да, он выражен другим языком. В университете обычно не ругаются матом, обычно не говорят мне какие-то сексистские шутки и так далее. Но патриархат угнетает меня, вот, например, очень сильно, да. Я очень часто бываю, одна из женщин, которая сидит за столом и чего-то такое говорят. Здесь патриархат тоже есть, и я говорю, что есть и домашнее насилие. Всем я в этом уверена, хотя мне открыто об этом не говорили. Но я не думаю, что это действительно классовая специфика. Я считаю, что нужно воспринимать рабочие процессы тоже как форма эмансипации. И в этой эмансипации участвуют женщины. Женщина-дальнобойщица существует. С женами я очень много разговаривала. У них тоже очень много разных собственных перспектив на это дело. Первый вопрос. Что касается классового принадлежности. Все люди, которые участвуют в протесте, говорят, что они рабочие. Ну, мы знаем, что к классу принадлежат, чтобы принадлежать к классу, нужно два. Это, с одной стороны, скажем, объективный класс, то есть доходы, доступ к средствам производства, а второе – это самосознание. Так вот, самосознание у всех рабочее. Что касается, значит, наемных работников или не наемных работников, это так. У нас там 3,5 миллиона фур в России. Примерно так. Ну, точно посчитать невозможно. Примерно 30% из них – это наемные работники, которые работают в больших организациях. Предположим, там, вот те, которые пытаются монополизировать тоже статус. Из них в протесте практически никто не участвует. Логично. Да. У них немножко другие интересы, и они не выходят как бы на… Они не могут поставать, по сути, со своими машинами, потому что у них нет машин. Из оставшихся 70% примерно там… Я точные цифры не скажу, но, по сути, это все остальные – это или сами обладатели одной машины, на которой они ездят, или, например, вот очень частый случай, у тебя две машины. Одну ты даешь шоферу, а второй ты ездишь сам. Так вот этот шофер, он, как бы, тоже, по сути, наемный работник. Вот эти наемные работники, они участвуют в протестах, но, конечно, только в тех случаях со своими фурами, если их поддерживает вот второй шофер, который, по сути, обладатель. Но, правда, были и случаи такие, что вот у нас был Серега из Дагестана, он уехал, у него забрали машину. То есть его сначала шеф поддерживал, у него была еще одна машина, а потом сказал, все, у нас деньги кончились, мы уже ничего не можем, машины в кредите. Я считаю, что классовое разделение, оно немножко сместилось в связи с прикоризацией, да. У нас есть очень много, на самом деле, по сути, очень прикоризированных, нищих слоев населения, которые рабочие, по сути, да, но у них есть доступ к своим собственным материалам по производству в связи с тем, что у них есть возможность взять кредит. Так вот эти вот половина машин, так сказать, мелкой буржуа, да, очень многие левые говорят, что вот это дальнобойщики мелкие буржуа. По сути, кредитная система как бы вот сделала такой новый слой прикоритета, прикориата, который вот таким образом. Что касается второго вопроса, нормально я ответила, все нормально, вопрос у меня, да. Мы с технического начались, без пяти, должны мы покинуть получение левых, без пяти. Ты расскажи, пожалуйста, про кто, как... Про националистов ты... Я отвечу на второй вопрос? Да, естественно. Да, я очень быстро. Значит, проблема национализма существует, опять же, я считаю, классово независимо, но имеет классовые специфики. Националистов организованных нет в протесте в Москве, в Питере есть, там есть Гуляев, Расторгуев, которые, по сути, националисты, они поддерживают питерский лагерь. Но Химкинский лагерь поехал туда именно разбираться с этим вопросом и выгнали там этих националистов, не потому что они националисты, а потому что они инструментализируют. У нас пять минут, если хочешь, я отвечу. Да, про либералов, просто право – это не только националисты. Вот, ну, меня как бы... Я считаю, что эта опасность, она существует, и это серьезная опасность, как бы, именно шовинизма, национализма, гомофобии и антисемитизма. Это действительно, вот антисемитизм меня очень удивил, это реальная, очень большая проблема в российском обществе, я считаю, через Химки это тоже видно. Коммунистических взглядов, и это тоже очень сложно определить. Коммунистические взгляды, люди борются за социальную справедливость, при этом восприятия того, что такое социализм, как его построить, как он будет выглядеть, когда они приехали в Химкин, не было. Были некоторые люди, которые работали раньше или сотрудничали с КПРФ, были членами партии, были люди, которые мечтают о Советском Союзе, очень разные люди. Ну вот так вот, либералы, на самом деле влияния на Химки сейчас оказывают очень мало, есть люди, которые вот из болотных протестов, которые их поддерживают, но их становится все меньше и меньше. Их пытаются использовать в своих собственных интересах, как у всех остальных, как и меня, например. Скажи, пожалуйста, притесняют ли их сейчас? Продолжается притесняют по месту жительства? В регионах очень сильно притесняют. В Дагестане очень сильно, в Нижнем Новгороде угрожают, там, сажают, забирают машины и так далее. Я сюда поставила, если кто-то хочет что-то положить или взять у меня контакт этих... А про штрафы? Штрафы. Они надеялись, что штрафы будут мобилизировать народ для того, чтобы вступать. Но, к сожалению, штрафы, скорее всего, дадут такой откат, что все сейчас пойдут, пойдут те, которые не в протесте, будут платонизироваться, так называемые, брать на себя плату. Штарик брехи, я бы что-то встал. Штарик брехи. То есть оплата уже пошла штрафу? Раньше там не было. Раньше там не было.